приветствую вас на канале сад огород своими руками в этом видео я хочу рассказать немножко о нашем дачном газоне который мы посели этой весной мы посмотрим как он выглядит я расскажу что мы с ним делаем как ухаживаем как часто стрижем как часто поливаем и чем когда подкармливаем думаю что это видео будет полезно многим дачникам кто тоже хочет иметь красивый газон но особо при этом не заморачиваться у нас газон такой природный будем так говорить потому что вот на этом участке росли сорняки самых разных видов в том числе много одуванчиков но мы не заморачивались дачу купили прошлой осенью тут вообще была целина разные разные травы единство что провели выравнивание такое небольшое планирование это тут есть перепады легкие но папа подсыпал особо такие крупные ямы я по подсыпал все-таки грунтом дополнительно и вот так в марте месяце газон выглядел вид весьма удручающий конечно можно так посмотрев сказать что это что-то вообще не дачная и не настраивает на позитивный лад но мы не опускали руки провели посев посева причем провели семена травы и самые недорогие несмотря на дешевизну семян газонной травы газон зашел достаточно быстро и ровно на конец июля вот такой вид он имеет зелено такая изумрудная трава немножко опоздали мы с покосом обычно мы куб косим каждую неделю и вот если косить каждую неделю то он будет красивый аккуратный иметь очень хороший вид но шли дожди и некоторые травинки уже до 20 сантиметров у нас смотрите вот одуванчик было очень много одуванчиков на этом участке но просто очень и мне в комментариях писали что ой надо удалить одуванчики надо их убрать они портят внешний вид но я вам хочу сказать по вот сами можете видеть да сейчас мы еще проведем покос и посмотрим уже дополнительно одуванчики они имеют такой же зеленый цвет они уже давно не цветут так вот поначалу они до пытались агрессивно себя вести когда молодые всходы газонной травы были но сейчас если не присматриваться их практически не видно они нежные достаточно босиком очень приятно ходить по зону поэтому я и не не заморачивался с их удалением но их очень много ничего я не вижу тут страшного это еще раз хочу сказать природно дачный газон это не английский какой-то высоко уходный высококультурный газон нет самый простой самый простой который достаточно стойкий и достаточно красивый но давайте приступим к покосу участок очень маленький поэтому бензиновая я считаю не нужна для ухода за таким небольшим участком купили вот такого бошика рутак 32 бош рутак 32 это электрокосилка в чем ее прелесть от обычных триммеров в том что четыре колеса мне легче и и катать не надо на весу держать хотя есть у нас и триммер ручной без четырех колес как говорится но на этой вот еще есть контейнер то есть всю скошенную траву мы имеем возможность отнести и убрать с участка вынести на компостную кучу единственное что напрягает в электрокосилках это провода и и и Субтитры подогнал «Симон» Покос газона закончен, и мы косили вот эти полторы сотки на протяжении, ну, меньше часа, меньше часа использовал две косилки, колесную газонокосилку и вот этот триммер ручной, и мы подкашиваем в таких трудных, неудобных местах, он тоже электрический, Black & Decker, нельзя сказать, что он идеальный, Но для дачи органично-природный газон, это мне очень нравится именно такой, который имеет легкие неровности какие-то, природное такое что-то, что-то, но у природы не бывает ровных линий, не бывает идеального ничего у природы, поэтому вот такие чуть-чуть, видите, вот как на какой-то полянке в лесу. Все три момента, или четыре даже, о которых я хочу особо сказать вам, вот за первую сказал, мы косим раз в неделю. На какую высоту мы косим траву? Оставляем 3-5 см, ну, ближе до 5 см. На зиму будем в зиму его запускать 7 см. Ну, вот как-то так. Это по высоте и по частоте. Раз в неделю 5 см при покосе, после покоса, да? Теперь по подкормкам. Я месяц назад показывал, как мы кормили плантофолом по листу, прямо такая внекорневая обработка была, но никакая внекорневая обработка не заменит полноценно подкормку корневую. Поэтому 25 грамм плантофола, нанесенного на листья, они чуть-чуть только, знаете, как побаловали вообще капельку, чуть-чуть изменился цвет травки, чуть-чуть позеленел. Она была до этого вообще такая желтоватая. Вот, я посмотрел, посмотрел, что явно внекорневой подкормки не хватает. И приблизительно 15 дней назад мы провели подкормку корневую. Кормили карбамидом, рассыпали на вот эти полторы соток 3 килограмма карбамида. Это было 15 дней назад. Раз в месяц нужно кормить. Друзья, вот без хороших подкормок азотных летом газон не будет никогда зеленым и крепким. Следующая подкормка будет дней через 10-15 селитра аммиачная и тоже 3 килограмма. Я уже купил, приготовил. Вот, тоже рассыпем руками это все дело и хорошенько-хорошенько польем. Итак, насчет подкормок. Раз в месяц 3 килограмма азотного удобрения нужно засыпать на сотку. Почему так много? Да потому что мы выносим, вот смотрите, давайте посмотрим, компостная куча здесь у нас. Вот сколько травы мы вынесли. Вот эта трава скошенная, свежескошенная, это азот. Это азот, который мы выкинули сюда. Откуда этот азот взялся? Он взялся корнями из почвы. Если корень в следующий раз не найдет азота в почве, то, естественно, трава пожелтеет. Вот мы должны заместить выкинутый на компостную кучу азот искусственным его внесением. То есть дополнительно рассыпать по участку. И проводя такие подкормки регулярно, ну вот начиная, наверное, с мая месяца, май, июнь, июль. И вот эту мы сделаем еще в середине августа. И на этом все. Азотные подкормки мы закончим. Будем в зиму готовить, там уже будем повышать калийную составляющую. Но об этом мы поговорим отдельно. И проводя таким образом подкормки, мы сможем добиться того, что лист на траве не будет вот таким вот тонким, а будет толстым, будет таким крепким, будет сочно-зеленым. Здесь у нас еще, конечно, есть такая немножко вид, не очень. Ну, во-первых, косили вот этим долгое время. Первоначальные покосы, все были триммером. Все засорено здесь. Это вычищать надо так, чтобы он не было подсохших вот этих. Ну и подкормок пока мало проводили. Если займемся и будем проводить их почаще, то ситуация поменяется. Я думаю, осенью, если мы посмотрим в сентябре месяце на газон, то он будет, конечно, иметь совсем другой вид. Хотя и в таком виде он мне тоже нравится. Это что касалось подкормок. Что касается теперь полива. Полив это очень важное тоже действие, которое существенным образом влияет на развитие полива. Смотрите, некоторые поливают часто, но понемногу. Это ошибка. Почему? Потому что вот если покапали-покапали, прощупали, вроде бы мокренько, но на самом деле сантиметр промоченный. Вот корень глубже не пойдет. И он не будет развиваться, соответственно. И только вы пропустите один, а еще хуже два-три полива, сразу растения при слабом корне не смогут взять воду в глубине, и трава пожелтеет. Только вы где-то не приехали, пропустили однажды на дачу, да, вот не полили. И все, приехали, и желтый газон. А до этого хотя был зеленый, когда вы каждый день там по чуть-чуть его поливали, капали. Надо поливать, может быть, реже, но обильно. И тогда корневая система пойдет развиваться. Более глубокие слои почвы. Она будет шикарная, будет хорошо развита. И не страшно будет, что вы пропустите когда-то один-два полива. Все равно трава останется зеленой. Из-за того, что корень хорошо развитый, он будет доставать влагу в глубоких. Верхний слой быстро просыхает под солнцем. И там необходимость постоянно-постоянно что-то подливать. А корень хорошо развитый всегда возьмет с глубины. Вот на этом видео закончил. Спасибо за внимание. Всем хороших газонов. Пока.